Полсотни человек погибли в ДТП с участием мопедов с начала года в Казахстане. В связи с этим сенаторы одобрили законопроект, который ужесточает требования к мопедистам. Они будут обязаны пройти государственную регистрацию, а также иметь водительское удостоверение определенной категории. Подробнее о новых правилах в материале Асимжан Жузбаевой. Особое внимание привлекли водители мопедов, которых часто можно увидеть разъезжающими по тротуарам и пешеходным переходам. Ведь зафиксировать нарушения и привлечь их к ответственности было сложно. Отныне каждый мопед, будь то с двигателем внутреннего сгорания или электрический, должен будет пройти обязательную регистрацию. Вводится обязательно государственная регистрация мопедов, включая мопеды с объемом двигателя, не превышающим 50 кубических сантиметров, либо электрическим двигателем и имеющим максимальную конструктивную скорость не более 50 км в час. Но это еще не все. Мопедистам теперь потребуется удостоверение под категорией А1. А владельцы прав категории А и Б будут также подтверждать право на управление мопедом. Новый порядок направлен на то, чтобы водители таких транспортных средств лучше знали и соблюдали правила дорожного движения. По данным МВД, только за первые 8 месяцев этого года в Казахстане произошло около 1000 аварий с участием мопедов, в результате которых погибли порядка 50 человек и свыше 1000 получили травмы. Для сравнения, за весь прошлый год зарегистрировано 750 ДТП с участием мопедов, что подтверждает опасную тенденцию. На сегодняшний день ни камеры Сергек, ни какие-либо другие динфицировать этих водителей не могут. То есть у него нет государственного регистрационного номера и, пользуясь этим, они демонстративно, порой умышленно нарушают правила дорожного движения. На сегодняшний день, по нашим подсчетам, хотя сейчас они не подлежат регистрации, у нас уже 80 тысяч таких транспортных средств. Что касается электросамокатов, то ответственность за скорость на тротуарах, по словам заместителя министра МВД, остается на совести шеринговых компаний. Однако за другие правонарушения, такие как выезд на проезжую часть, водители уже активно штрафуют. С начала года 30 тысяч пользователей электросамокатов привлечены к ответственности, и эта работа будет продолжаться. Тем не менее, председатель Сената Молина Шумбаев почешнул, что шеринговые операторы не всегда выполняют свои обязательства. К слову, проект закона направили на подпись главе государства. Если он его подпишет, то новый закон вступит в силу через полгода после официальной публикации.